Вода не только камень точит, но и грязь убирает. Вот так на ваших глазах струи чистой прозрачной воды превращают улицу 22-го партиезда в чистую и отмытую. Лишняя вода стекает в ливневке. Под ярким солнцем асфальт и плитка высыхают за пару минут, только уже без грязи и пыли. Десяток рабочих и шесть спецмашин. У каждого своя зона ответственности. Техника в помощь человеку, который любит свою работу. И наоборот, там, где недостает механизированная щетка, рабочие подметают вручную. Никогда я своей работой не стеснялась. Я всегда люблю работу. Когда придешь грязно, уходишь в тифто. И улица становится шире и светлее. Месяц генеральной уборки, когда вывозили мусор, накопившийся за зимом, закончился. Теперь перешли в режим постоянного поддержания города в чистоте. Под контролем вся дорожная территория. От трамвайных путей через проезжую часть до газона, пешеходных тропинок и приладковой части. Рабочие усердно моют дорогу и собирают в мешки мусор, пыль и тополиный пух, которого в последние годы на дорогах стало ощутимо меньше. В городе систематически проводят кронирование тополей. С этого года работой занимаются и районные администрации. А вдоль основных магистралей деревья уже обрезали. Они выпускают новую крону, которая в течение лет пяти пух не несет. Работы будут продолжаться. Поэтому на дорогах пух стал меньше. Основной пух на дороге – это заносится именно с дворовых территорий, которые также в рамках убора собираются. Уборка во дворах под ответственностью управляющих компаний. Основные городские магистрали моют до 20 раз в месяц. Большая часть работ проходит на тротуаре. А чтобы не мешать движению транспорта, влажную уборку улиц проводят ранним утром или в ночное время. Собранный мусор и пыль вывозят на полигоны.